Закрываем, препятствуем, делаем метр. Представители областного депутатского корпуса, депутаты Щучинского районного совета и Орлевского сельского совета отправились на посадку леса, чтобы возродить природное богатство вместе. Общее дело действительно объединяет, ведь чтобы посадить деревом, нужны как минимум двое. Так, председатель областного совета депутатов Елена Пасюта трудится в паре с главой Щучинского района Алексеем Садовским. Вместо деловых костюмов – рабочая одежда, вместо увесистых папок с документами – в руках мечи Колесова и молодые саженцы. Владеют инструментом и технологией посадки профессионально. В подобных мероприятиях они участвуют каждый год. За плечами не одна сотня посаженных деревьев. Философия белорусского народа всегда была, остается и наверняка будет самое главное выполнение три важных задач. Это посадить дерево, вырастить сына, построить дом. Поэтому мы сегодня с депутатским корпусом областного совета участвуем в акции, республиканской добровольной акции «Одно им лес и разум». И мы понимаем свою важность участия в этом моменте. Потому что в тот момент, когда наши соседи вырубают реликтовые леса, мы сажаем лес. В тот момент, когда они строят огромные заборы и препятствуют миграции наших животных, мы, конечно, помогаем нашим животным. Мы их кормим, подкармливаем, мы за ними ухаживаем. В тот момент, когда они роют окопы, мы тоже копаем землю, но для того, чтобы сеять хлеб, чтобы выращивать лес. И вот здесь, конечно, очень хочется процитировать главу нашего государства, который недавно, посещая нашу Гродненскую область, об этом говорил. Поэтому мы знаем и понимаем ответственность нашего участия. И наверняка, как никогда, все белорусы объединяются, сажают лес, делают созидательные, добрые дела для того, чтобы оставить нашу природу не только воспользоваться самим, но и для наших детей, для наших внуков. Участники акции были вооружены еще и общей целью – возродить насаждение на месте вырубки. Этот участок хвойного леса пострадал из-за усыхания. Теперь задача стоит восстановить зеленую зону. Фронт работ немалый. Квартал на территории Зачепического лесничества площадью более одного гектара. Работали депутаты по строгой схеме. Три ряда сосны и два ряда ели. Участники акции потрудились от души. Совместными усилиями высадили порядка пяти тысяч саженцев, которые в будущем превратятся в зеленый бор. Когда мы услышали о проведении такой акции, конечно, с энтузиазмом восприняли эту информацию. Ехали сюда на позитиве, эмоции были только положительные. Мы сейчас поучаствовали уже в посадке леса. Я считаю, что мы сделали хорошее, полезное дело, высадив молодой лес. Признаться честно, конкретно в таких акциях принимать участие мне не доводилось. Вообще сегодня Гродинский областной совет депутатов принимает активное участие в добровольной акции. Одновим лес и разом считаю, что такие мероприятия очень важны и вносят большой вклад в государственную программу «Белорусский лес». Вообще мне сегодня выпала большая честь моими коллегами принимать участие в данной акции и внести хоть небольшой, но зато свой вклад в сохранение белорусского леса. За работой время прошло быстро. После посадки леса у мемориального комплекса музея «Землянка» состоялся митинг. Участники акции отдали дань памяти и знак благодарности тем, кто сражался в борьбе за свободу и независимость страны. Возложили цветы к обелиску и почтили память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания. На самом деле испытывал огромную гордость за подвиг наших дедов, прадедов, поскольку у меня самого прадед ветеран Великой Отечественной войны, поэтому я знаю не понаслышке, насколько это важно, насколько это нужно хранить и увековечивать память, передавать из поколения в поколение этого бессмертного подвига, совершенного народом белорусским, в целом советским, в годы Великой Отечественной войны. И наша задача, как представители средств массовой информации, ни в коем случае не дать, чтобы кто-то из-за границы западных стран пытался эту память исказить, очернить, либо вообще сделать так, чтобы люди забывали. Мы никогда не забудем, мы всегда будем помнить и передавать из уст в уста всю важность, всю ценность этого бессмертного подвига. С каждым днем лесной фонд страны прирастает новыми гектарами молодого леса. А значит, наша Беларусь станет еще зеленее и краше. Продолжение следует...